На самом деле эквадорец это не единственное его имя, потому что он Вера Франко. Это тренер венесойской команды, получающий приз самого колоритного персонажа. Итак, у нас 6 человек и по 6 среднестойки. Два слой наоборотах вперед, простенький прыжок у эквадорца. Вера из Эквадора. Да, единственное, немножко улетел вперед. Из-за этого у него получился достаточно сильный переход в воду. Здесь пацаны на трибунах, да и девчонки болеют. Пока есть время до выхода Юлии, сегодня мы ее увидим с партнером в смешанных прыжках. С Русланом Серновым. Владислав Сонин, два с половиной оборота вперед, из-за этой стойки. Белоруссия. Результат, что он выступает в финале. Молодцы парни на чемпионате России приезжали, выступали и здесь выступают. Ну и соответственно хорошая оценка, классный прыжок, очень приличный. Ну и здесь напоминаем, три оценки. Возникает общий балл. Александр Молчан, еще один наш гость из Республики Беларусь. Да, хочу отметить то, что тренер Сидорова Ирина, она была участницей Олимпиады 80. Не все-таки, ну, шпортсмен. С коэффициентом 3-0 в принципе нужно делать не меньше 7 баллов. Выпускает небольшую ошибку также он на входе в воду, если вы заметите, был показан недоход. Но при... как бы убирают. 7 баллов заслуженно. Выступать это, потому что был уровень показывать просто неземной, я бы сказал. Геннадий Вагин. Посмотрим, как соберется сегодня. Вчера не все получалось. Один из своих доказырных прыжков, он вчера ошибся. Очень хороший перспективный спортсмен, но есть вкладка, великолепный толчок. Соответственно, получается почти вертикальный вход в воду. Это 80 баллов. Смотри, все-таки далековато от трампли впечатление анализировать. Хотя прыжок совсем не испортил, ты прав. Ну, было, да, небольшое движение плечами назад, и у него самого прыжка очень неплохая. Сергей Назин, наш самый опытный спортсмен. 35 лет парню, огромный молодец, он дал в турнирах, мотивацию ищет, находит и борется с молодежью. Великолепный в форме Сергей, классное вращение, великолепный в форме. И молчана, и так далее. Но фантастика. Фантастика, посмотрите, какое вращение, посмотрите, какая складка. Великолепный в форме Сергей, вновь всегда он подходит к соревнованиям Максима. Я бы сказал, еще, ай, до начала у Назина, это очень здорово, друзья. Потому что сейчас будет прыгать Евгений Кузнецов к такому виду бородача и руны. И, в общем, один из самых колоритных наших спортсменов в мире. Ну, конечно. Три с половиной ворота вперед из задней стойки. Хорошее начало, хорошее вращение, молодец, Женя. Вот этот именно прыжок, он ошибся на чемпионате России. Немножко он у него не получал, это стопроцентные 8 баллов. Молодец, Женя. Тоже уже спортсмен, так сказать, в возрасте, но с его боевым духом еще... Ну, мальчишкой, прям скажем, не назовешь, но и супер-ветераном тоже. Женя Кульцова и Ислана Моисеева, наставница, тренер, заслуженный тренер России. Ну что ж, а пока Назин. Так, это у нас Карлос Кулян, тренер из Венесуэлы. Переживает он за своих спортсменов. Узнали, как дядьку зовут. Конечно, такой он, да, достаточно колоритный спортсмен. Такое ощущение, что он только не приехал. Смотрите, здесь нет аквадорец, но тренер, я думаю, что с несколькими сборными сразу работает. Приехал сюда поддержать сразу несколько команд. Но это, кстати, вполне спокурирует с несколькими национальными сборами. Он находится, кстати, хорошо. Владислав Сонин. Владислав Сонин представляет город Минск. Наш товарищ близкий, хороший. Тоже прыгаем в воду. Сейчас тренирует молодых парней. Перспективных парней. Смотрите, как мощно наскакивает. Немножечко ошибается он в работе с трамплином. В тым такой же прыжок абсолютно, как у Сергея Назина. Но и разница заметна невооруженным глазом. Тут уже он и подальше сам прыжок, и вход не такой чистый. Ну и здесь, конечно, оценки, может быть, не самые высокие. Но насколько эффектно смотрится прыжок, когда вылетает туда, к солнцу практически. Конечно, тут амплитуда, высота, все это ценится тоже очень. Да, однозначно. И внешне, если говорить про эстетику прыжка, конечно, все блестяще. Сторожно, нужно уметь бороться. Закрыть глаза на некоторые даже, это раз, с точки зрения зрителя, говорю. Все верно. Товарищ, не с тем, что сделал партнер. Владислав, да. Товарищ Владислава сделал из задней стойки 20, наоборот, а назад согнулшись. Вроде все хорошо, да. Вроде все завалило плечи, опять же, вначале. Получается дальний прыжок и, соответственно, неуверенный вход в воду. Напоминаем, друзья, у нас борьба после первого раунда. У нас Назин впереди. Не скажем, что это неожиданность, но все-таки Кузнецов пока второй. Ну и вот хочется, чтобы и белорусы не отставали. И оценки вы Сашины видите, а дальше Геннадий Вагин. Занимается в Воронеже, представляет Воронежскую область. Школа имени тренирует его загребельная Елена Владимировна. Кстати говоря, ее папа основал прыжки в воду в Воронеже. О, вот это я понимаю. Молодец, молодец. Здорово. Ну и работает, работает. Немножко не доскакивает. Не доскочил, очевидно. Да, да, да. На край доски. Из-за этого пришлось ему завалить плечи вперед, дабы хороший багажный вход, но за далекое расстояние от снаряда сразу же судьи наказывают. Да, ну, впечатление хорошее. Так у нас прыжок винтовой группы от Сергея Назина. Молодец, настроен, как сегодня. Помните, что он наскочил на правую часть трамплина. Все равно он ставит великолепный вход в воду и судьи закрывают глаза на какие-то битвы с маленькими коэффициентами. Тампует прыжки и доволен сам Евгений Кузнецов. Женя тоже максимально собран. Видно по нему его нелюбимый на самом деле вот сейчас прыжок. Кажется, что легкий, но для него он является таким проходным, так сказать. Хорошее начало, Женя. Хороший фон. Молодец. Браво, Женя. Евгения Кузнецова. Ну, тоже Ставрополь-Пенза, да, он так и выступает за эти регионы. Да, так и продолжил выступать. Серьезный, так скажем, как в первом прыжке. Там был 3-4, сейчас 3,1. Но как бы там ни было, друзья, припонимаю, вот это борьба. Там не сильный вагин. Ну, пока еще так. Вся в центр водных видов спорта Республики Татарстан. Владислав Сонин из Белоруссии. И, когда допущена была ошибка именно на входе в воду, помимо перехода, был еще не погашенный вход. Поэтому судьи сразу же прижали и поставили оценку. Его соотечественник Молчан. Выставляет город Минск. Не получался этот прыжок. Я смотрел его на тренировках иногда у парня. Но может он его делать хорошо. Посмотрим, что покажет в финале. Хороший на скот. Вот молодец. Вот это хорошо. Сколько по времени готовятся прыжки? Ну, это зависит, конечно же, индивидуально. У каждого спортсмена и тренера столько на прыжк, к примеру, да? И сразу же понимаешь всю суть этого прыжка. И может длиться примерно 2,5-3 часа. Из них это полтора часа мы проводим в зале. Где у нас батутная подготовка, общефизическая подготовка. И потом уже наработанные элементы мы выводим на воду и пробуем до 300,5 оборотов вперед от задней стойки. Неплохо, неплохо. Подумал он, что, видимо, высоко закончил прыжок на адреналине. Наверное, он решил открыться и, посмотрите, в угол открывается. То есть это не прямой лист, а ошибка на входе. Я считаю, молодец. Остается в борьбе. Ну, у нас сражение за золото. Сергей Назин. Мерш. Ну, смотрите. Аксакал. 2,5 барона назад согнувшись. Хорошая начальность. Отлично. Открытие. Молодец. Здесь всегда были хорошие результаты. Сергей у нас является и чемпионом России. Представляет он у нас Бузулук, город Бузулук и его супруга. Они воспитали таких замечательных спортсменов, как мира, призерами Олимпийских игр. А Дима сейчас, кстати, судья этих соревнований. Питера. Является президентом федерации Питера. Питерских прыжков в ходу. Ежене Кузнецов. Два спон оборотов вперед с двумя моментами. Отлично. Начало. Браво. Как рубятся ребята. Борисовна максимально собрана. Довольно она, довольно. Показывает Жене, что все хорошо. 8,85 баллов проходит. Пару судей, конечно, увидели какие-то помыли. В целом прыжок очень классный. И как мы видим сейчас, Евгений Кузнецов вырывается вперед. После три позади. Турнирная таблица на ваших экранах. Ну и борьба против Назина, что может быть лучше. Ну а пока он же Франко Вальтер Альфонсо. Два спон оборота назад из передней стойки. Ах, товарищи Веру. Они, можно сказать, фан-клуб эквадорцы открыли сейчас в Казани. Потому что тут две сборных в унисон. Нью-Йоркская у белорусов, основная юниоркская наша. И все просто поддерживают парня. Вот это прием, я понимаю. Владислав Сонин. Город Минск. Покажет нам сейчас 3,5 оборота назад из передней стойки. Достаточно сложный прыжок с хорошим коэффициентом. Делается максимально хорошо сейчас. Хорошо наскакивает. Хорошее вращение. Но рано открытие. Обманное чувство, когда спортсмен правильно срабатывает. С трампленом максимально выдавливает. Или это такие материализации чувственных идей, как у Марка Захарова. Вот как раз таки именно задние. Передние входы, да. После открытия, после крутки ты видишь воду и втыкаешь туда руки. А вот задние прыжки нужно, конечно, иметь обладать ими. Тренировать их. Они являются основными на соревнованиях. Второй. Хорошая складка, хорошее вращение. Небольшой недоход он показывает. Прыжок это такое ощущение, что не сильно повлияло. И, кстати, хорошее. Посмотри, тут даже восьмерочка одна, но она правда сгорела. Но, тем не менее, 7,5 весьма крепкие соревнования. Там же еще предварительные турниры и финальный ваген. Как раз таки тот прыжок, который вчера Гена ошибся. Сейчас он должен исправить. Хорошее начало. Молодец, Гена. Молодец, отлично. Но болеют там сейчас. Человек, наверное, 10 аж скачили. Вот это, я понимаю, командный дух. Здорово. Здорово. Это очень приятно видеть, когда наше подрастающее поколение делают прыжки с коэффициентом уже за 3 единицы. 3,5 на 9 баллов. 91 балл набирает с тем же самым Сергеем Назиным, я хочу сказать. Это правда, да, потому что если так дальше он... Представляете, какая сейчас нагрузка на Сергея идет морально. Ну, мы ждали вот такой, кстати, борьбы соревновательной, согласитесь. Потому что вот это, я понимаю, финал. Сергей не хочет сдаваться. Потрясем хосточками. Молодец, Серега. Немножко не попадает в доску, но великолепное открытие. Чистый. На деле, Назин молодец. Сам прыжок был, очень хорошо выглядел. Чистенько все, не было разведено. Да, да, да. Человек раскрывается, блестяще совершенно. Уж фигура потрясающая. И не случайно с этой точки зрения отдельно мы приветствуем женских. Женя Кузнецов, 3,5 ворота назад. Тоже сейчас такой накаленный момент. Нельзя ошибаться вообще. Парни рубятся. Хорошее начало. Вращение. Ай-яй-яй-яй-яй. Но завали. Это еще к вопросу о 9 баллах от Вагина. Мы сейчас посмотрим, что будет. Понятно, Кульсов вторую позицию сохранит. Он, точнее, перешел опять на вторую. Лишь Назин, это понятно. Но сейчас нам покажут общую таблицу, друзья. Я наваген. Вот это просто фантастика. Назин, 317. Но тут еще ничего не ясно. Хороший финал. Молодцы, парни. Да, подготовились в хорошей форме, в хорошей кондиции. Ну что, у нас два прыжка еще. И самая соль остается. Посмотрим по коэффициентам сложности, что у ребят. Вот сейчас. О, это того, что он делает. Это же самое замечательное. Кайфовать от своего дела. Получает свои 6 баллов заслуженность. Как наши парни, но это ему не вредит, на самом деле. Как мы видим, нагрузка соревновательная большая. И дальше вот для сравнения белорусы. Сложный прыжок. Трисмон ворота вперед и задней стойки. Показать самые лучшие прыжки свои. Подбираются к четверке, к пятерке лучше. Максимально выпрыгивать. Неплохое начало. Достаточно хорошее вращение было. В сторону, если посмотрите повнимательнее, спортсмен вылетел. Но судьи за переход снимают ему пару баллов. И получает он оценку 6. Я смотрю сейчас по коэффициентам сложности. У Сергея Назина и Евгения Кузьми пошли. Очень интересно было. В таких прыжках ценится, конечно же, это вращение именно в первое. В сальто это должны быть натянуты максимально колени. Вход он с самого начала как-то плохо наскочил. Потом впечатление совсем... Я бы как судья ему поставил. Это стабильное и хорошее 7 баллов однозначно. 7 баллов. Стоит 8. Но 7 это железное, я считаю. Коэффициент проигрывает, если говорить о последних прыжках, главным конкурентам. Поэтому надо чистенько прыгать. Ну а сам прыжок выглядел очень хорошо. Вот здесь вот у него разлетелись ноги. Но судьи не обратили на это внимание. Пропускают ее 8,5-8. К туру прыжкают. Но судя тоже за борьбу, ведь спорт субъективный. Тут не дать не взять. Колесо жесткости, да. Оно называется. Это регулируется жесткость трамплина. Если она ближе... Сама шайба ближе находится к краю трамплина. То трамплин... Сейчас может показать, конечно, классику жанра Серега. Потому что начало ошибается. Все-таки снова. Да, я хочу сказать, что это один из его коронных прыжков. Но это финал, дорогие горы. Смотрите, как вы так сделали. Потому что резко обостряется борьба. Да, понимал он, что... Посмотрим, как отреагирует на это Женя. С учетом его ошибки, кстати говоря. Конечно, должен хладнокровно, так сказать, пользоваться этим. Взгляд, конечно, когда постарше будет, может Распутина играть. Ах, какое начало! Ах, какое открытие! Молодец! Пилетел с ним этот прыжок. Ну и он, конечно же... Ты как высоко! Обалденно! Очень красиво. Натянутые носки, хороший почти вертикальный вход в воду. Молодец, Кузьма. Как вы его называете? А почему 7,5-то? Ну здесь, мне кажется, 8,5-то. Не согласен, потому что это жесткие 8 баллов. Но смотри, как интересно. Понятно, что Кузнецов у Назина будет коэффициент 3,4. И у Вагина, кстати, тоже прыжок с коэффициентом 3,4. И мы очень рады, кстати, что Вагин в эту борьбу вклинивается. Парень молодец! Дед, ну конечно! Я думаю, что это дебют вообще у него на международных соревнованиях. Вообще у нас, конечно, потрясающая атмосфера. Здесь мы рядышком со спортсменами. С него все приветствуют, зрители. Опять же, молодежи много. Вот мы если обернемся. Дворец водных видов спорта. Меня очень часто на улицах люди останавливают и спрашивают, а вы что здесь, отпуски? Я говорю, здесь же плавание, прыжки в воду. Говорят, да. А дальше знак вопроса. Поэтому не хватает рекламы. Давайте пободрее, друзья! Но если рекламы не хватает, интересно. Да, да, да. Вышка 10 метров, парни будут прыгать, девочки будут прыгать 10 метров. Самые зрелищные виды программы. Владислав допускает ошибки на прыжке. Два с половиной воротов вперед с двумя винтами. Переход. Хорошее начало, были хорошие винты, но не справились. Я думаю, у них тоже идет внутренняя борьба, да, за лидерство здесь в финале. Если не получится за медаль побороться, то один другого опередить обязан. Ну, как и будет. Ну, это хорошо. Вращение в положении согнувшись. Даже два таких приятных бурульчика после входа в воду образовались. Хорошая линия входа, хорошая. Мой учитель, мы с ним много комментировали 20 с лишним лет назад, прыжки в воду. И, кстати, мы говорим с конфедерацией, будучи наставником, судьей по прыжкам в воду. То есть, вот насколько связаны эти виды спорта. Ну, что ж, а у нас вагин и последняя попытка к Экцент 3.4. Вильтовой прыжок. Посмотрим эту борьбу. Отличное начало. Ошибочка. В ходе в воду, казалось бы, все хорошо, ровненько, да? Хорошие винты, хорошее открытие. Ну, а допускает ошибку. Посмотрите, на самом деле, судьи-то прощают. Посмотрим, что скажет Сережа. Назь, ну, надо прыгать. С передней стойки заслана ворота вперед с двумя винтами. Хорошее начало. Ну, ставит, конечно. Молодец! Вновь он был третьим, и не раз, причем в Пензе. И посмотри, вот тоже отталкивание, складочка. Он выглядит эффектно очень, парень симпатичный. Молодец, Сергей, очень хорошее для него. Кладина, ну, это и прослеживалось. Ну, а передними куньцов, если уж совсем не произойдет какой-то неожиданность со знаком минус. Ну, точнее, первую победу, если говорить про игры дружбы, но это олимпийский призер и чемпион мира, и многократный европейский победитель, и суперзвезда прыжков мирового уровня. Женя Кузнецов. Коэффициент 3,8. Хороший наскок, хорошее вращение. Так, небольшой переход, но это не помешает, Женя. Совсем не помешает. Выигрывает это соревнование, молодец тоже, я его поздравляю. Друга. Ну что, хороший финал? Очень хороший финал, да. Прям здорово, приятное ощущение. На одном дыхании прошло. Шесть прыжков вроде, но хотелось смотреть каждый прыжок, каждый. Парням огромное спасибо за борьбу. Итак, Кузнецов, чемпион, Назин, второй, Молочина, Вагин, третий. Дальше Молчан, Сонин, два белоруса и Вера Франко, Валтера Альконца из Эквадора на последнем месте. Вот Юль Тимошина, супергерой. Ну что ж, друзья, у нас дальше... Сонин, два белоруса и Валтера Альконца из Эквадора.